Всем привет! Сегодня мы с вами идем на оптовый рынок в Баку, который называется Седораки. На самом деле, это видео должно было выйти дней 20 назад. Я половину этого видео даже смонтировала, затем удалила приложение. А концовка, которая была снята на камеру, флешка просто испарилась. Когда происходят подобные казусы, во мне напрочь умирает просто желание что-то делать. Но в общем, я собралась силами и монтирую для вас это видео. Здесь я еще раз даю хурму, которую я привезла еще из деревни. Предложила подружкам, одна из них согласилась. Кстати, оптовый рынок находится очень далеко от города и меня даже впервые в жизни оштрафовали. Ну в общем, давайте рассматривать, что же здесь есть интересное. В одном из предыдущих влогов за один монат я купила 2 пучка Узерлика. Здесь за такие же 2 пучка нужно отдать уже 2 моната. Вот что здесь не отнять, это выбор. Посмотрите, сколько здесь часов. Это электронные часики по типу Apple Watch. Оптом одни такие часики стоят 6 монат. Ну а в розницу сказали, что не продают. У меня есть одни единственные часы от Sunlight, и то я их не ношу. Вы меня знаете, я ленивая попа. Каждый раз менять батарейку это целый квест. Здесь было очень много магазинов, где весь магазин просто был завален часами. Некоторые из них даже продавали в розницу. Но цена уже будет значительно дороже. Вообще было бы у меня больше свободного времени, спокойно можно закупаться здесь в бижутерии и продавать ее в розницу даже просто в инстаграме. Потому что ее здесь навало. Если вы покупаете оптом, гарантированно хорошая цена. Мои любимые ароматизаторы для дома. Цена 5-8 монат в зависимости от марки. Это где-то в районе 5 долларов. Но на самом деле ровно столько же они стоят и в городе. Вот что-что, а ради елки обязательно надо съездить в садаряк. Во-первых, здесь огромный выбор. Все, естественно, снимать для вас не стало. А во-вторых, цена куда ниже. Я просто растаяла, когда увидела эту кухонку. Это же игрушка мечты моего детства. Как же круто она сделана. Стоило 170 монат. На первый взгляд вам может показаться, что это пластмасса, но на самом деле нет, это дерево. Ну как дерево? Не дуб, конечно, МДФ обычный. Но мне очень понравилось. Каждый элемент регулируется и вообще смотрится очень мило. Если вы давненько следите за моим каналом, наверняка знаете, уже давно я хожу вокруг-то около этого керлера. Он есть с тремя волнами и пятью. Я изначально хотела с тремя волнами, просто чтобы волны были покрупнее. А так стоили они одинаково. Подруга, кстати, взяла себе вот такую вот плойку. Но тогда мы еще не знали. Потом, когда я уже купила, пришла домой, прошло пару дней. Я уже увидела, что на тренд Йоу в Турции та же самая плойка той же самой марки стоит намного дешевле. Здесь я еще об этом не знаю и как лохушка тестирую. Но многие об этом уже знают. Я просто повторяю как попугай. Те, кто подписан на мой азербайджанский инстаграм, я даже вам ссылочку оставляла на этот керлер. Тут дело даже не в этом. Чисто с психологической точки зрения. Когда ты уже потратил время, деньги, приехал уже так далеко. Уже хочется просто хоть что-то купить. Кстати, о том, что выгодно, вот такая лампа стоит всего 15 монат. Но, к сожалению, она мне не нужна. Свою лампу я купила года 4 назад, когда только завела свой YouTube канал. Даже там в покупках вам показывала. И с тех пор, уже сколько лет, копыта отбрасывать еще не собирается. Буквально 2 дня назад в магазине косметики и парфюмерии мы для моей племяшки купили вот такие красные волосы. Ей нужно было сделать образ для Хэллоуина. И мы купили за 8,50. А здесь каждое 6,50. Я так понимаю, это в большинстве случаев нужно девчонкам, которые плетут косы в салонах. Им, кстати, выгоднее приехать сюда и закупиться оптом. Девочки, как я обожаю вот такие тапули. Правда, каждый раз такие тапочки мне почему-то дарят. Хоть не припоминаю ни разу, чтобы я сама себе покупала такие мягенькие тапки. Обычно их всегда мне дарят. Одна из моих подружек работает визажистом в салоне красоты. Она арендовала помещение, сделала там классный уютный ремонт, купила туда мебель, а вот сейчас присматривает коврик. Стоила подобная красота 70 монат. На видео они кажутся совсем малюсенькие, но на самом деле это не так. Вижу цель, не вижу препятствий. Который год уже собираюсь купить себе домой нормальную вазу, и эти мне очень понравились. Взяв их в руки, я поняла, насколько хрупкая конструкция. То есть они были сделаны из очень тонкого стекла. Сейчас в комментариях опять начнется безвкусица, а мне очень нравятся эти люстры. Даже если бы у меня была бы небольшая квартира, я бы все равно выбрала самую большую люстру. Прям здесь на рынке продают пирожки, и многие брезгуют их кушать. Но мы люди простые, бескомплексные, поэтому я лично с удовольствием съела этот пирожок. Мы были в одиннадцатом ряду, и здесь продавалась посуда. В основном сюда приезжают владельцы ресторанов и закупаются крупными партиями. Ну а мне не то, что для дома надо было, мне просто надо было пару тарелок для мукбанка. Я, кстати, взяла в конце видео, обязательно вам покажу, что же я купила. Ну сказать, что я прям сэкономила, купила бюджетно, я прям как старая бабка буду бухтеть. Все видео. Потому что, к сожалению, ожидания и реальность не совпали у меня лично. Единственный, наверное, огромный плюс, это огромный ассортимент. А еще людей очень мало, и передвигаться легко. Посмотрите на эту красоту, сколько здесь самоваров. Особенно вот эти большие, смотрятся очень дорого, богато. У нас, кстати, в деревне должен быть самовар. Цены я не стала уточнять, так как покупать все равно не собираюсь. Я все ходила вокруг да около и думала, что же интересное можно купить для мукбанка. Купила дощечку чуть больше этой. Взяла ее за 8 монат. Но, кстати, придя домой, мама раскритиковала. Говорит, такое ощущение, что этой дощечке 100 лет. После ее слов я тоже обратила внимание, что вид, конечно, конкретно потрепанный. А вообще, в идеале я бы покрыла ее эмалью или, возможно, какой-то пищевой краской. Короче, в этом магазине очень много всяких изделий из дерева, керамики и всего такого необычного. Все это время, пока мы находились на оптовом рынке, моя подруга искала магазин с оригинальной косметикой, где все продают оптом. Этот магазин она никак не могла найти, и вот, наконец-то, мы в нем. Здесь действительно оказалась оригинальная косметика, но старые коллекции. Например, вот эта палетка вышла очень-очень давно. Я хотела себе косметичку, но это была достаточно большая для меня. Я хотела бы миниатюрную. Стоили они по 10 монат. Честно, здесь я еле держалась, пыталась не купить ничего. Вы наверняка знаете, как сильно я люблю косметику. Но у меня столько тональных дома, которые обязательно нужно закончить. Я беру один тон, сейчас у меня в руках NYX и пытаюсь его добить до конца. А вот эта палетка от Huda когда-то была моей мечтой. А сейчас я к ней абсолютно равнодушна. И стоит, кстати, она недорого. Она тоже из старой коллекции. Уже очень давно вышла эта палетка. Вообще, тут, даже если есть конкретный магазин, который вы хотите посетить, его очень сложно здесь найти. Здесь реально настолько все запутано, что мы еле-еле нашли этот магазин, зная все его координаты. Долго я топталась, хотела взять такой набор кистей от Real Techniques. Но дело в том, что вот эти спонжики, они мне не нужны. Я обычно тональные наношу кистью. Поэтому долго сомневалась, стоит брать или не стоит. А подруга никак не могла определиться, какую палетку, с какой цветовой гаммы ей взять. В этом плане мы с ней очень-очень похожи. Но ее понять можно. Она визажист. Ей это все нужно для работы. А зачем мне это все нужно, непонятно. К сожалению, тестеров не было. И по сводчей тени тоже не получилось. Здесь был просто огромный выбор карандашей Miss Tice. В конце видео я забыла вам показать карандаши, которые я купила. Я взяла два карандаша. Оба от Miss Tice. Один чистый белый для слизистых. А другой обычный, классический для губ. Я обычно своей палетки заказываю на сайте Revolution Beauty. Так обходится намного-много дешевле. Даже если сравнивать цены, которые вы видите здесь, на оптовом рынке. Короче, мы немного закупились. А потом решили поехать в город. Точнее, одна из подружек была без макияжа. Ей надо было заехать домой. Я отвезла ее домой и сама приехала в мол. А вторая наша подруга уже поехала самостоятельно в мол. И уже там присматривала себе в Заре новые курточки. У меня есть такая черта характера. Если я вещь мерю, то, скорее всего, я ее куплю. Мое внимание привлек этот кроп с очень качественными выемками для пальцев. Это и вообще очень крутой материал. Цена, кстати, для нью-йоркера, я бы сказала, очень даже завышенная. Он стоил около 40 монат. Честно, покупать что-то я не собиралась, но нью-йоркер является одним из моих самых любимых магазинов. И несмотря на то, что я сегодня, извиняюсь, была без бюстгальтера, решила все равно снять и показать вам, как он смотрится на мне. Это размер XS и, на мой взгляд, он слишком облегает меня. Мне понравилось абсолютно все, но в последний момент я решила брать на размер больше. Взяла S. Не знаю, почувствуете ли вы разницу, но дома вам обязательно покажу и примерю на себе. Ну и, естественно, после всех этих прогулок мы с девчонками были голодные, поэтому решили посидеть, покушать. Я вообще очень люблю всякие сеты, чем заказывать отдельно. На мой взгляд, выгоднее брать сеты. Особенно я люблю шашлычные сеты. Поэтому мы с подругой взяли по кофе и ждали нашу третью подругу. Она должна была переодеться, накраситься и присоединиться к нам. Атмосфера здесь стояла просто нереальная. И машину, кстати, я припарковала прямо здесь, прямо у входа в заведение. В этом сете был не только шашлык, но еще плюс вот такая прекрасная пицца. Чудесный, свежеиспеченный вот такой хлеб. Также замечаю уже, в котором сете есть чай-кюфта. Если вам интересно, я сниму мукбанг с этим блюдом. Просто дайте мне сигнал. Дайте мне знать, что вам это интересно. Вот этот сет, это, конечно, нечто. Было действительно безумно вкусно. Несмотря на наши аппетиты, даже втроем мы не смогли доесть до конца. Салатики, холодная закуска. Ну, просто рай. Из такого разнообразия разных шашлыков я очень люблю именно люля. А еще с лучком получается вообще супер. Давайте подведем итоги дня. Сказать, что много чего я купила в оптовом рынке. Я не могу. Устала я изрядно. По дороге меня оштрафовали. Плюс я потратила деньги на бензин. Иногда просто чисто для прикола можно поехать туда. Или если вам просто нечем заняться. Ну, а так, если вы в голове у себя подразумеваете именно экономию. На мой взгляд, экономного там особо ничего нет. Кстати, этот десерт и чай включен в этот шашлычный сет. Это турецкий десерт, который называется Кемаль Паша. Уже в котором заведение его пробую. Первый раз попробовав, не очень он мне понравился. А сейчас я была просто в восторге. На этом все. Ну что, погнали домой. Я уже дома. И пора вам показать мои приобретения. Честно, я очень устала. Мы долго ходили. Не так много всего купили. Но было очень много интересного. Хотя какие-то позиции на оптовом рынке стоили дороже, чем здесь даже в розницу. Давно хотела себе подобный керлер. Все никак руки не доходили. Это специально для волн голливудских. Был также с пятью вот такими кружочками. Но тогда волны получаются куда меньше. То есть, по идее, должно получиться так, типа вы спали с косичками. Сейчас попробуем сделать. Как получится, сама не знаю. Здесь можно регулировать температуру, как я понимаю. Я вроде как затестила там. И мне, по идее, понравилось. Но завтра вот как раз у меня есть мероприятие, на которое я собираюсь сделать укладку именно вот этим вот керлером. На следующий день я сделала волны прямо на все волосы и сразу фиксировала лаком. Получилось действительно очень круто. Но потом в Турции на Тренд Йол этот же керлер я увидела намного дешевле и публиковала вам в Инстаграм. А еще лучше получится, если взять пенку и после того, как вы искупались, покрыть волосы пенкой высушить, а затем сделать этим керлером волны. Тогда получаются просто супер рельефные, очень аккуратные локоны. Так можно даже несколько дней ходить. Получается объемно и особенно длинные волосы безумно красиво. Короче, я покупкой довольна. Мне все нравится. Взяла себе вот такой кроп. Он мне очень понравился. Я его вам уже показывала. Как только увидела, сразу поняла, что хочу. Сразу поняла, что мне подойдет. Это мой стиль. Особенно мне понравились рукава. Здесь вот такие выемки. Они сделаны безумно просто качественно. Очень красиво. Мне нравится. Я планирую носить. Возможно, многие скажут, что это типа под спорт. Но я хочу носить ее в обязательном порядке. С джинсиками будет классно. Кстати, что касается цены. Не так уж уж дешево для нью-йоркеров в особенности. Здесь 36 написано еще плюс НДС. То есть около 40 мне обошелся. К сожалению, дороговато. Но одеваться некуда. Но по идее подобные вещи на тренд-йол стоят раза в два точно дешевле. Просто мне понравилось. Я не смогла пройти мимо. Но вообще вам советую заказывать такие вещи более бюджетно. Естественно, тренд-йол. По возможности я тоже буду оставлять вам ссылки, если найду что-то подобное там. На всякий пожарный еще раз вам показываю. Я, правда, в магазине мерила XS. Но в конце взяла S. Потому что XS был совсем прям притален. И я хотела, чтобы хоть немножечко он был свободен. И это у меня S. Очень мне нравятся руки. Особенно мне нравятся такие выемки для пальцев. Мне кажется, смотрится очень стильно. И мне нравится, когда этот край обработан хорошо. В этом случае прям супер он обработан. И цвет такой классный. Там, кстати, был еще один цвет. Немножко сероватый. Но я решила взять этот. Классно. Мне все нравится. Безумно довольна покупкой. Материал действительно очень приятный на ощупь. Такой качественный. Я думаю, что будет служить долго. Вот завтра собираюсь кое-куда. Я обязательно надену. Суду, которую купила чисто для мукбанков. Во-первых, это вот такое вот блюдце небольшое. Думаю, оливки можно помещать во время мукбанков. Или какие-то небольшие салаты. Будет смотреться красиво. Так как я покупала в розницу, если честно, особо дешевых цен я не заметила. Возможно, для оптовиков действительно есть какие-то скидки. Но я в розницу купила вот это блюдце за 2 моната. В принципе, в городе оно стоит столько же. Дальше. Хотела давно плоскую тарелку. Оно почти вот совсем плоское. Почему я хотела плоскую? Для мукбанка. Например, роллы можно аккуратно здесь разложить. Если это 8 штук. Если это небольшой какой-то сет. И, например, я иногда снимаю там роллы в сочетании с чем-то. И будет классно. Дальше я очень хотела давно прям вот такую тарелку. Вот она вот такая. То есть, с одной стороны она достаточно глубокая. А с другой стороны плоская. Я однажды была в китайском ресторане Hot Pot. Меня пригласила моя подписчица. У нее отец хозяин этого ресторана. И там были вот такие тарелки. Еще тогда мне очень понравились. Я все никак не могла купить. Думала, для мукбанка будет классно. И последнее, что я взяла. Вот такое блюдце. Блюдце, наверное, не очень правильно. Тарелка такая. Достаточно глубокая. Тоже белая. Например, пасту можно поместить. В общем, хочу как-то развивать свой канал, так скажем. И менять немножко посуду, естественно. Еще я купила дощечку, которую удачно оставила в машине. Я, кстати, не уверена, что оставила ее в машине. Возможно, я где-то на базаре ее оставила. Короче, не в курсе. Но я наверх ее не подняла. Спускаться было неохота. Поэтому пока что вот так. Если она окажется в машине, обязательно в следующих влогах вам покажу.